всем привет привет и в этом видео у нас по заданию необходимо построить по двум заданным видом изометрическую проекцию детали для наглядности я хочу вам продемонстрировать два изображения мы построим изометрическую проекцию детали и во второй части этого видео я построю еще и диаме диаметрическую проекцию этой детали давайте начнем систему координат я уже построил чтобы немного сократить время то есть две оси и отложил под углами 30 градусов и одну вертикальную ось мы сделаем так что вот в этой плоскости у нас будет лежать главный вид детали и вид слева то есть вот это вот эта сторона она пойдет на вот эту плоскость а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте теперь обведем эту деталь, потому что мы знаем, что обводка всегда является нужным элементом и придает четкость и выразительность детали. Я специально обвожу даже не карандашом, как это положено в черчении, а для того, чтобы вы меня лучше видели, я черным фломастером обведу. Продолжение следует... Посмотрите, какая красавица у нас получилась. Посмотрите, какая красивая и выразительная деталька. А если мы еще и сотрем все вспомогательные линии, которые нам абсолютно уже ни к чему и не нужны, то деталька просто нарисована в 3D модели. Прелесть! Давайте теперь я начну рисовать эту же деталь в диаметрической проекции. И взглянем на нее теперь немножко под другим углом. Передний вид, вот в этой плоскости, то что мы видим, будет лежать у нас или совпадать с главным видом детали. И в глубину по вот этой вот оси мы будем откладывать уже деталь в ширину. Как известно, диаметрическая проекция отличается от изометрической тем, что ширина детали, откладываемая по вот этой вот оси, она будет уменьшена в 2 раза. То есть, соответственно, размер 40 мм мы будем рисовать уже как 20 мм. Ширину вот этих прямоугольных пазов 10 мм будем рисовать как 5 мм. Соответственно, ихняя глубина останется такой же в масштабе 1 к 1. Видите, уже сразу видно в изометрической проекции то, что она более повернута. Здесь вот этот прямоугольный паз, он скрывается за выступом вертикальным. Здесь он уже будет полностью виден. То есть, мы видим практически всю правую часть детали. Так как деталь симметричная, то есть вот у нас нарисована ось симметрии, то значит линейкой одним прикладом мы можем сразу нарисовать пазы слева и справа. Стираем все вспомогательные линии, потому что они нам больше не нужны. И не забываем про все уголки, например, вот здесь тонкости, но они очень важны. Вот это ребро скрывается, вот здесь тоже у нас ребро скрывается. И вот здесь вот эта точка уходит вниз. Давайте для наглядности я обведу, как обычно, не толстым карандашом, как это было бы правильно, но чтобы лучше было детальку видно, и обведу ее для вас маркером. Все, наша деталька готова. Давайте теперь сравним наши два изображения. Красивая, красивая получилась деталька. Я считаю, что упражнение наше выполнено правильно. А как эта деталька бы выглядела в жизни, давайте посмотрим теперь в 3D программе. Я специально нарисовал эту детальку, посмотрим, как она будет выглядеть. Вот такая вот красивая деталька у нас сегодня по заданию. Вот так она выглядит в 3D программе. Давайте посмотрим, как выглядит она в задании. Если мы посмотрим на вид спереди, то вот эта линия, они немножечко отличаются от внешнего контура детали, и они выглядят немножечко желтоватее, что означает, что эти линии скрыты. Все правильно. Теперь мы посмотрим на деталь сверху, и здесь все точно так же. Если сравнить с нашим заданием, то мы можем сделать вывод, что наше задание выполнено полностью правильно. Изометрическая проекция нашей детали выглядит вот так примерно. Посмотрите, то, что я и говорил, задний вырез, он виден, ну, из-за того, что деталь повернута на 30 градусов, вот такой он будет. Видна здесь только одна линия, больше ничего не видно. Если мы больше развернем уже деталь к диаметрической проекции, ну, что-то примерно вот так, то весь вырез, по крайней мере, его верхняя часть уже видны полностью. И слева точно так же. Давайте я покручу вам немножечко эту детальку. Если вам задание понравилось, ставьте лайк. Если у вас возникли вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Я помогу, мы найдем какое-то общее решение на них. Подписывайтесь на канал, еще будет много интересных видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok